Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами я Стасенчик, это канал Разумовский Плей, и мы сегодня с тобой посмотрим такую замечательную вещь, как реплеи, которые я себе настраивал. У меня здесь вот достаточно много реплеев накопилось, избранные. Вот, давай с тобой посмотрим сколько, 9, 10, 11 реплеев. И я хочу вот эти вот реплеи тебе вот показать, чтобы они зафиксировались, ну, чтобы они, грубо говоря, у меня где-нибудь оставались. Вот. Так, подожди. А, во, всё, вижу леопард, ещё два есть, да, отлично. Вот, так что давай начнём, наверное, посмотрим три бластериоды, вот эти вот, и потом уже будем смотреть остальных, там, например, у меня ИСы есть. А, давай чисто прям, смотри, как удачно, три, четыре ИСы, два с КВ-1, это прям короткая будет серия, два с Леопарди и три на Бластере, да. Ну, вот, как раз начнём смотреть. Научился. Научился смотреть, как вот эту вот линию убирать. Вот так вот два раза просто кликаешь на мышку и всё убирается. Честно говоря, я вообще не помню, что здесь происходило, но так как это самая ранняя запись, давай посмотрим. Да, мы, если что, это World of Tanks Blitz. Ну, вот, весёлые каточки, достаточно интересные. Здесь вот я поехал с небольшой командой. Там, естественно, лёгкие, на нашем фланге тяжёлые обычно. Если на одном фланге лёгкие, то на другом обычно тяжёлые. Ну, вот, естественно, мы сейчас здесь будем стоять, защищать тяжёлый фланг. Почему-то я сразу сюда решил выехать. Не знаю почему, не знаю зачем вообще, просто для чего. Я, наверное, эти записи ещё оставлю, чтобы потом посмотреть. Избранные. Ну, вот, да, для себя всё будет как есть. Тут меня замечают. Вообще, очень классный танк Blastery. Он хоть и длинный, но он плохо пробиваемый для такого уровня, так сказать. Пятые вообще его практически пробить нормально не могут. Но, правда, пятые могут его объехать, зажать и начать его бить просто вот сзади. И у меня постоянная-постоянная проблема, мне постоянно в гусеницу стреляют. Но я так полагаю, в гусеницу стреляют, потому что как раз в нижнюю часть целятся. Здесь я ещё не опытный, видишь, я обстреливаю ещё непонятно как вообще. Вот. Он там скрылся. Я контролирую карту, посматриваю как, чего, кто, откуда. Так же, если зажать правую кнопку мыши, можно не поворачивая башню. Об этом я тоже не знал смотреть по сторонам. А вот это я потом уже разобрался. Там я решил оставить всё на задних. И честно вот здесь вот приплыть, так сказать, песчано. Этот явно не ожидал, что сейчас такая сарделька приедет. А она приехала. Она приехала и опять промазала косой сарделькой. Ой, кошмар вообще. Прям смотришь и стыдно становится. Какие-то моменты. Ну, я не опытен, потому что если кто-то играл достаточно часто, то я в танке вот совсем-совсем недавно. Я буквально, наверное, а сколько только? Второй месяц только вот идёт. Второй месяц идёт, как я вот в танках нахожусь. Вот. Поэтому сложно влиться в компанию, команду. Я уже говорил в одной из серий предыдущих, что достаточно проблематично по времени после где-то часов 11-12. После 11-12 там просто, я не знаю, по Москве одни задроты сидят. Там даже по значкам начинаешь кататься. Там по 8 лет, которые играют. И давай по 9. А, вот, да, я же здесь отличился точно. Вот, всех уничтожили, а я один остался. А они меня пробить не смогли. Но всё равно я, получается, вытянул пачку. Вот почему я сохранил то видео, потому что я гордился собой, что я вот такой вот вроде бы неудачный танк, а всё равно... Смотри, во-первых, сколько ни пробития, это прям немерено ни пробития. А, во-вторых, то, что я смог... Смог всё-таки выйти, вытащить эту пачку. Это гордость. Конечно, я побаиваюсь. Побаиваюсь сделать какие-то вещи. Он решается сзади меня объехать, скорее всего. Вроде бы так и было. Вроде он сейчас пытается где-то сзади объехать. А может быть и нет. Не, смотри, не пытается. Просто я иду на пролом, зная, что у меня дофига хп, и я просто... Просто могу идти на пролом. Мимо. Сейчас, сейчас, всё нормально. На самом деле, если бы я загорелся, это было бы прям капец. Но я пока не пойму, от чего я могу загореться. Вот это вот прямо ловушка такая, всё время они крутятся туда-сюда. Дуло, видишь, большое. И тяжело поворачиваешься. Рикошет, рикошет. Вообще прям. А он, видишь, он весь красный. К нему куда ни попади, везде будет либо рикошет, либо, я не знаю, либо ничего. Вон, у него даже жопа красная вся. Он топливный баком поджег. Так вот, он поехал, он запаниковал, решил меня объехать. Думает, такой объедет, и всё, ок, будет. Ага. А тут я. В бощину прямо. Мне даже вон написали сзади. Ну, это я говорю, это прям... Одна из гордостей, так сказать. 1320 заблокировал и... Вытянул каточку. Я прям молодец. Так, давай посмотрим следующую катку. Следующая катка. Так, это избранные. Вот это вот. Мы будем по удаленности смотреть. Плюс мне прикольно, потому что я вообще не помню, что там происходило. Оп. Вот. Но бластерит мне очень понравился. Конечно, очень классный. Наверное, один для меня из лучших. Вот ИС мне понравился. Именно прям вот ИС. Я прям ему очень доволен. Квасом не очень доволен. Он слишком... Если у ИСа хоть какая-то броня есть, то... Квасом просто... Просто картонка. А, всё. Здесь... Здесь прям идеально было сейчас. Сейчас вообще будет классно. Тут я... Такую точку шикарную занял. Просто занял и отстреливал. Состоял. Ну, на тяжёлых танках обычно так и происходит. Вот это вот прям тяжёлый-тяжёлый танк. Вот так вот как бы и должно быть. А вот на квасах тяжеловато ездить, потому что... Стрелять, стрелять вот именно сложно. Мне кажется, тут именно те, которые перезаряжаются чаще всего, и те танки, в принципе, и выигрывают. У тех, у кого вот потом барабаны как раз там появятся, будут. Вон, попал на ВК-2. Прям вообще неожиданно. Видите, как взорвали просто. Разорвали одного нашего. Подставился, конечно, бедолага. Поехал за мной и подставился. Вот видите, в гусеницу попал. Попал в гусеницу. Пытаюсь вертуханов как-то обстреливать. Попадая в гусеницы, постоянно. То в гусеницу, то в броню. Броню пробить не могу. Естественно, патрона у меня золотых нет. Фугасных тоже. Фугасными я говорю. Я так тоже в какой-то из предыдущих серий говорил. Я так не понимаю смысл и прикол вообще фугасных. Что? Чего? Может быть, как раз от фугасного загорается. Лучше. Вот как раз я пропустил КВ-2. Он сейчас отстреляется и назад поедет. Видите? Оп. И потом еду я уже. Такая прям команда из нас. Оп. В двигатель критически попал. Вот тут плохо видно. Я здесь зачем-то толкаю КВ-2. Не знаю зачем. Но он сейчас... А! Я решил... Да, я решил обойти сзади. Попробую себя. Потом передумал. Вначале такой думаю, а пойду сзади? А потом думаю, не-не-не-не-не. Сзади смысла нет вообще никакого. И поехал прям прям вот на пролом поехал вообще. Вот наплевав на все вообще, на все правила. Поехал просто на пролом. Уничтожить КВ-2. У меня цель была моя. Это уничтожить КВ-2. Оп. И уничтожил КВ-2. Молодец. Прям вообще. Красавчик. Прям смотри. И радуй за себя прям. Там уже сзади меня обстрелит. Ну, а я такой думаю, пофиг. Сейчас моя команда подъедет, мне поможет. Я как бы по броне жирной. Я в это время буду обстреливать. Ну, в принципе, так и получается. Видите, я вот потихоньку так тактически отхожу. Вот. Тоже вот. Весь красный. Рикошет. Вроде бы попадаешь в серую зону. А все равно либо рикошет, либо еще что-то не так идет. Вот я ему верхушечку решил пробить. Вот. И остается один квас. Естественно, мы вот. Все вместе уже едут. И сейчас его подобьют. Я не решаюсь выезжать. Не знаю почему. А вот. Но уничтожил. Уничтожил три танка за один бой. Тоже был очень доволен этому. Очень-очень рад. Да, три танка за бой. Вроде и пользы не так много от меня было. И при этом все равно. Все равно. Все равно какую-то пользу принес. Так. И третий у нас. Бой. Вот это вот получается промзона. Кто-то же видите с гентоки играем. Играем с гентоки. С моим соклановцем, так сказать. С другом и с соклановцем. Тоже не помню по поводу промзона. Че тут как было. А я могу здесь нажимать, да? Могу, да. Смотрите. На чем у нас гентоки? На Чаффе. Чаффе. Не знаю, что за танк. О, мой напарник, если что, оранжевый, легкий танк. Он все время на легких и средних в основном. Тут че-то по приколу купили с ним. Но я как бы все равно собирался покупать в КВ-2. А он по приколу взял. Начал выкачивать и радуется. Вначале бесился, потом радовался. Понимает, насколько это тяжко. Но правильно, очень сложно переобуться из легких, средних, быстрых танков, так сказать. То в танк, которым нужно как-то, я не знаю, вбок немножко, чуть-чуть отходить, отъезжать. Конечно, хочется идти на каких-нибудь мелких, но ты понимаешь, что на мелких не успеешь. Я вот все время, я не знаю, у меня такая привычка дебильная. Я стараюсь как-то сдерживать поток на себя, внимание брать. Короче, в игре я танк. Я танк-танк прямо во всех играх. Это плохая здесь вещь, так сказать. Черта. Быть танкующим. Вообще, просто круг сделал. Они там все обстреливаются, а я просто кругали, а навертел. Ну, я не один такой. Вон там со мной еще двое катаются. Эти даже... Там пока друг с остальными средними танками разбирается совместно. Тут такая, хоп, уже большая пехота приплыла. Приплыла большая пехота и давай долбить. Ну, то самое главное сушку раздолбить. Попытался с вертуха на выстрелить, а не получилось. Ну, а ты опять попытался, видишь. Кто-то за меня. Оп. Сзади подстрелили. Этот уничтожен. Почему-то я пошел на этого. На левого я даже почему-то не смотрю. Вообще не знаю почему. Потому что не умею. Не умею играть. А что от танков надо? Веселиться. Мне вот этим вот и нравится заходить днем и утром. Днем и утром народ заходит, он веселится. А ночью это задроты, которые всякие рейтинги, всякие... Те-как и вот это вот пытаются себе набить все, что нужно и не нужно. А днем люди с телефонов сидят. Так вот неумело играют. Это прям веселятся, короче. Вот как положено, видишь? Вот тут веселье с вертуха на обстрелять и сбоку попасть. А то что за веселье в точке постоянно попадать и всех уничтожать. Это не веселье, так сказать, совсем. Ну вон, я еще менялась, сбоку пробил. КВ-2. Вот. А что мы здесь дальше? Что-то еще я делал. Оу, все заглючил, пожалуйста. А, я вышел. Вот, все, я вышел. Наверное. А может быть и нет, я не знаю. Наверное, вышел. Урон тараном 13, повреждение 2. Ну, я молодец, 1188 урона набил. Ну, мы проиграли, в конечном итоге проиграли. Но я вот, видишь, я вот впереди всех, больше всех урона набил. Я молодец. Вот. Ну, а на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Вот такие вот видюшки еще остаются у нас там как раз за весов. По-моему, да? Вроде там весы были. Леопарды. И вроде бы все. А может, еще там еще и классы. Короче, не суть важна. Ладно, тогда на этом все. Вот такие вот хорошие бои были. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, на Boosty канал, на Discord канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте Стосенчик ТВ. И всем удачи, хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!